Есть несколько разных доказательств малой теории Ферма. Я очень люблю доказательства комбинаторные, которые, между прочим, Гаусс знал, и оно в его аффициентических исследованиях изложено. Картин там, конечно, нет, но не потому, что Гаусс их не понимал, а потому, что в то время книжки с картинками намного дороже стоили, и просто у него все это словами, да? Итак, есть доказательства комбинаторные. Есть доказательства, основанные на рассмотрении такого отображения. Взять множество всех номерных остатков, взять число А, которое не делится на П, и посмотреть, как действует. Еще доказательства. Перестановка разлагается на циклы. И когда мы будем разлагать на циклы, то возникнет такое понятие «порядок». То есть наименьшая степень, в которую надо возвести число А, чтобы получить остаток единицы. Во-первых, он есть, что уже само по себе совершенно замечательно. А, во-вторых, доказательства, что рассматривая его, довольно легко доказать малую теорему Ферма. Иногда говорят, что малая теорема Ферма может быть доказана из общих соображений теории групп. Это не вполне так. Потому что, наоборот, эти самые общие соображения теории групп возникли именно потому, что люди поняли. Если перевести с слов о группах, хотя все равно знать, что такое группа и знать соответствующие теоремы крайне полезно и замечательно, но все-таки сначала вы узнаете малую теорему Ферма, а потом все эти обобщения на группы и так далее. Поехали. Вот хотя бы вот эти вот три осуждения сейчас надо изучить, рассмотреть и все выкажу. Начну с комбинаторного. Все знаете, в любом случае, по краям единицы это всегда так, в любой строке число сочетаний. Из П по К делится на П, если число К больше нуля и меньше П. Все внутренние числа П этой строки, разумеется, П простое число, должны делиться на П. Если мы с вами этот факт знаем, и знаем гном Ньютона, то автоматически получаем малую теоремию. Число сочетаний из П по К, это есть П фукториал разделить на К фукториал П минус К фукториал. Если К больше нуля и меньше, чем П, то вот эти вот числа, оба на П не делятся, а П фукториал на П делятся. И у нас получается, что, ну, действительно, скажем, если вы выписываете седьмую строчку, то там все числа будут, ну, кроме крайних единиц, будут делиться на семь. Одиннадцатую строчку и так далее, и так далее. Вообще, делимость чисел сочетаний такая интересная штука, и там есть много соотношений более-более сложных, то есть, не обязательно брать именно из простого числа, там, по степени простого числа и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас я не буду на это отвлекаться, потому что для малой технической формулы, на самом деле, вот этого достаточно. Кстати, если кто-то не знает вот эту формулу, то доказать делимость все равно легко. И, между прочим, Гаусс именно так, он не писал эту формулу, хотя же, если он, например, раз познал, и вообще есть такое понятие, Гауссовые бенемиальные коэффициенты. То есть, он сумел обобщить понятие эпидемиального коэффициента совершенно замечательным образом. В комбинаторике это совершенно замечательная тема. Но сейчас к этому расскажу. Гаусс говорит так. Вот представьте себе сторонничество сочетаний из пяти подок. Это что такое? Это надо взять правильный пятиугольник и в нем выбрать две какие-то вершины. Ну, смотрите, если вы выбрали какие-то первые решения, например, вот эти, то потом вы можете всю картинку повернуть, повернуть, повернуть каждый раз на 72 градуса. И из одной такой картинки получить еще четыре, всего пять штук. Или другие выбрали, тогда всегда надо. И вообще, рассматривая правильный пятиугольник, и когда вы берете у него к решения, то вы можете эту картинку повернуть на одну пету от полного оборота, на две петах и так далее. И получаете такую вот орбиту из п-картинок. Поскольку п-простое число, то не может быть, чтобы какая-то картинка перешла в себя при повороте не на 360 градусов, а при повороте больше, чем на 0 градусов, уменьшите на 360. Потому что если у вас какая-то картинка самосовмещается, то тогда можно взять наименьший угол, на который она самосовмещается, и получится, что все разрывается на такие сектора, но по-простое число такое невозможно. Так что негде это даже формула писать. Это вот ненатурно совершенно понятная штука. Так, теперь, что такое бином ньютон? Ну, очень просто. Скажем, х плюс 1 в третьей степени, это х в кубе, плюс 3х в квадрате, плюс 3х в кубе. А х плюс 1 в пятой степени, это х в пятой, плюс 5х в четвертой, плюс 10х в кубе, плюс 10х в квадрате, плюс 5х, плюс 1. Откуда берутся числа? Из строчных. Почему? Ну, очень просто. Что такое х плюс 1 в пятой степени? Это х плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. И когда вы раскрываете скобки, то фактически вы из каждой скобки должны взять или единицу, или х. И чтобы получить каждую скобку, вы должны из трех скобок взять х, а из двух каких-то взять единицу. Но это и называется число сочетанием из 5 по 2, ну или то же самое число сочетанием из 5 по 3. Помечательно. Так вот, как из этого простого соображения получается доказательство? Малая тяга, не понимаю. Это очень просто, не мусор. Вот смотрите, мы хотим доказать, что А в степени П минус А делится на П. П – простое число. Давайте, пусть П будет больше двух, потому что для двойки все и так очевидно, и так все это знаем. В таком случае достаточно доказать только для натуральных чисел А. Потому что если А заменишь на минус, то здесь из-за ничего, вносит П минус 1, и здесь минус, просто минус и доносится, и все замечательно. Для А индукция, база индукции А равна единице. Единица в степени П минус единице – это 0. 0 делится на П, так не знаю, что лучше. Переход. Понятно, какой переход. Надо от А перейти к А плюс 1. Представим себе, что мы вот это уже доказательство какого-то правильного числа. Берем число А плюс 1. А плюс 1 в степени П минус А плюс 1. По иному это будет А в степени П. Плюс число сочетательность П по единице – А в П минус 1. Плюс число сочетания из П по 2 А в П минус 2. Плюс и так далее, и так далее, и так далее. Число сочетания из П по единице – он будет на А. Плюс число сочетания из П по П, или просто единица, минус А и минус единица. Но смотрите, все вот эти промежуточные числа сочетания делятся на П. Поэтому, когда мы изучаем деление на П, их можно просто отбросить. Единица в минус единица дает ноль. И фактически остается А в П минус А. Но А в П минус А делится на П. Вот так выглядит комбинаторное доказательство. Часто его объясняют без использования венома. А именно говорят следующее. Берем правильный П-угольник. И каждую вершину правильного П-угольника красим в один из А цветов. При этом разрешено, например, все покрасить в один, в первый цвет, или все покрасить в второй цвет. Или наоборот, нужно использовать разные цвета. Так вот смотрите, сколько в принципе существует таких раскрасок. П-вершин, каждая из них дает А способов. Значит, всего раскрасок А в степени Б-ш. Отлично. Сколько среди этих раскрасок строго одноцветных? Ну как, в первый цвет, или во второй, или в А. То есть, А одноцветных раскрасок. Значит, вот А в степени П минус А. Это всевозможные раскраски, когда в такой раскраске встречаются хотя бы два разных цвета. То есть, когда не все в этом цвете. Ни строго одноцветные раскраски. Ну а теперь вот эта идея. Берем плач. Впрочем, когда 15 лет назад так получилось по случайным причинам, что нужно было быстро-быстро-быстро отдать в издательство энциклопедию, ее рисовал Михаил Юрьевич Панов. Такой замечательный. Он, собственно, делал оригинал макеты этой книжки. И в какой-то момент он очень встал. То есть, он одну за другой статьи эти рисовал. Рисовал. Картинок много. Он их старался все сделать качественными. И действительно, у него все получилось замечательно. Но в какой-то момент он еще и встал. И тогда он попросил. А давайте, вот с геометрией пока остановимся. Там очень много картинок. Пожалуйста, пришлите какую-нибудь статью, где нет рисунков. И мы ее быстро-быстро отдадим. Вот будет кусок работы сделан. А я хоть немножко на этом отдохну. Ну хорошо. Я отвечаю. Да, замечательно. Сейчас пришлю. Срочно доделываю статью. Дописываю про малую теорему фирма. Я посылаю ему по электронной почте. И совсем через несколько секунд после того, как послал, раздается телефонный звонок. Александр Васильевич, вы посмотрите, что вы мне послали. Ну как что? Я послал статью, фактически без рисунков, статья про числа, про делимость. Вы прочитайте первые строчки, которые там написаны в письме. Все там хорошо. Открываю письмо, читаю. Миша, пожалуйста, нарисуйте 32 способа покрасить круг, разбитый на 5 секторов, в 2 красных. Понимаете, почему 32, да? Но я им, конечно, ответил, что вообще-то на компьютере нарисовали 32 такие картинки. Не проблема. Надо нарисовать одну и после этого просто правильно проставить цвета. Но тем не менее, такая вот картинка в манцелопедии в результате появилась. Действительно 32 варианта. Из них два одноцветных. А остальные делятся на 6 групп в каждой по 5. Ну, конечно, для больших чисел А и Б это уже не считается совсем тяжело. А вот для пятерки первой пяти и для двойки в качестве А картинка вполне обозрима и понятна. СТОН СТОН А